Нарушали и нарушать, видимо, будут. Хоть общее число ДТП в области и снижается, но пострадавших в них меньше не становится. Хуже всего дело обстоит с молодыми водителями, стаж которых менее двух лет. Они чаще всего попадают в сводки. Впрочем, как и дороги. Едва ли не каждая третья авария в области происходит из-за плохого состояния дороги. То ли лишь организация дорожного движения, что сюда входит, барьерное ограждение, знаки, разметка и так далее. То ли же само состояние автомобильных дорог. Это очистка дорог, ямочность где-то, где-то зауженности и так далее. Неправильное использование барьерных ограждений. За примером далеко ходить не надо. Колея и наледь нынче постоянно присутствуют на наших дорогах. Как следствие, регулярные тычки и выезды на обочину. В сутки в одном только Оренбурге таких ДТП насчитывается до сотни. Писать предписания городским властям у ГАИ рука уже устала. Ежедневно в адрес администрации города Оренбурга и других служб, которые обеспечивают, так сказать, содержание проезжих частей, направляется и предписание, и представление. Растет число машин, но и пешеходов меньше не становится. Больше всего госавтоинспекторов беспокоит поведение детей на дорогах. На 15,1%. И что самое страшное, это по вине детей на 42% количество ДТП также выросло. Прокомментировал главный госавтоинспектор области и идею городских властей создать муниципальную службу аварийных комиссаров. Это только лишь те люди, которые помогают, наверное, за определенную услугу, оплату, помогают водителю, первое, в первом случае, заполнить квадратики в том документе, который выдает страховая компания. Но они никакой юридической силы, вот эти вот аварийные комиссары, ни в одном рамочном законе они не имеют. Поэтому здесь очень много вопросов, и я не знаю, что это за служба должна быть муниципальной аварийных комиссаров. Не надо ждать ГАИ, когда они приедут и сделают то за вас, что вы можете сделать сами. Внимательность и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения прежде всего, напоминает Валерий Коваленко, тогда и не будет необходимости вызывать кого бы то ни было. Максим Стародомов, Семен Воробьев, Новости дня.